И всем привет! Сегодня я хочу вам показать уютный семейный влог, нашу поездку в Сигулду, как она прошла. Сразу могу сказать, что нам безумно понравилось, это невероятно красиво. В Сигулде я не была, наверное, уже лет пять и забыла, насколько красивые пейзажи открываются. Ну, в самом именно туристических местах Сигулды не была, где вся красота расположена. И была безумно рада там побывать, потому что это невероятно красиво. Увидеть всю эту красоту вживую, это одно, но даже сейчас, когда я присматриваю эти кадры, смотрю на эти пейзажи, я просто не верю, что такое есть в Латвии, честно говоря. Потому что мы привыкли обычно к ровной поверхности, а тут такая красота, просто и довольно-таки недалеко от Риги. И я считаю, что каждый, кто живет в Латвии, обязан съездить осенью в Сигулду, потому что это невероятно красиво. Ну и плюс это как бы маленькое бюджетное путешествие. А это вам маленький намек, что под этим видео надо поставить сердечко. В этой поездке нас решили вытащить из зоны комфорта, и это было самое страшное, что мы преодолели. В этой поездке, честно говоря, сейчас вспоминая это, до сих пор ноги подкашиваются. Больше я на такое никогда в жизни не соглашусь. Я не могу, к сожалению, ставить кадры с тем, как я проходила это испытание, только потому что там невероятно ужасно трясется камера, ничего не видно. Такое ощущение, что пока мой муж это снимал, он сам находился на этом аттракционе. В Сигулде прекрасно абсолютно все, и мне кажется, что, в принципе, слова тут излишни. Мне просто хочется, чтобы вы насладились приятной музыкой и этой красивейшей картинкой, которую я смогла заснять. Честно говоря, хотела снимать на каждом шагу. У меня уже руки уставали держать штатив, чтобы более-менее стабилизировать картинку. Но на каждом углу есть какая-то красота. КОНЕЦ Больше всего осени таилось именно вот в этом замке. Я безумно рада, что мы в него попали, потому что у них сейчас там везде вокруг разложены тыковки, все желтые. Со смотровой площадки открывается вид, конечно же, на прекрасную Сигулда. Чаще всего, как я заметила, обычно едут в Турецкий замок. Но могу сказать, что вот этот замок, в котором были мы, я не помню его название, я оставлю под видео или закреплю в комментарии название этого замка. Я считаю, что он более интересный. И на самом деле, вот каждый год ездить в один замок, как было у меня в детстве, немножко поднадоедает, поэтому я так долго не посещала Сигулда. И вот мы поехали, и поехали именно в другой замок, там погуляли, и это уже совсем другие ощущения, и прям Сигулда опять по-новой для меня открылась. Сигулда опять по-новой для меня открылась. Привет! В общем, если вам нужны идеальные фотографии в Инстаграм, то выбирайте локацию Сигулда. Там вы сможете сделать самые яркие осенние кадры. Еще не нажала. Сгинь! Сгинь! Скройся в кустах! Сигулда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы проходим в очень интересное место. Пожалуйста, посмотрите налево. Я даже в этот раз не перекутала стороны. Фонтан! Фонтан известен тем, что каждый, кто проходит мимо, кричит «Фонтан!» И на этом видео, в принципе, нет никакой цветокоррекции. То есть, вот как вы видите, так камера все записала. А чаще всего в жизни это все намного ярче, чем передает камера. И вот поэтому у меня такой вопрос, как можно не любить осень. В одном из прошлых видео я спрашивала у вас, и были совершенно разные ответы. Большая часть аудитории, конечно, со мной согласна. Они безумно любят осень. И вот я смотрю на эту красоту, на вот эти ярко-красные, желтые, оранжевые листья, на это голубое небо. И думаю, как можно не любить осень. Она же такая прекрасная. Она такая яркая и красивая. А также мой самый магический кадр, который я так и не поняла, как камера резко все поменяла. Потому что сначала все началось с такого тусклого цвета, и резко все превратилось в яркий оттенок. У меня есть каштан! У меня есть каштан! И все. Ну давай, ваши впечатления, господин Даткевич, от прогулки. Афигеть. Наоборот, у меня только спустя минут сорок, час перестали ноги подкашиваться, но не считая этого, все отлично. А ну стоять! То есть интервью будут брать. Как вам прогулка в Сигулде? Хорошо. Почему спрашиваете? Пожрать бы еще. Так, подождите, это некрасиво. Прекрасная прогулка. Дышали с кислородом. Нагуляли аппетит. А теперь естественно. Это было естественно. Мы тебе играем? Я смеюсь вам в лицо! Реально, поеду. И на этом я буду заканчивать свое видео. Большое спасибо вам за просмотр. Я была не сильно многословна в этом видео. Надеюсь, вы мне простите, потому что нельзя перебивать такую красоту, которую вы видели на кадре. А также вот вам намек, что надо поставить под видео. И на этом всем пока!